Друзья, приветствую. Это очередной выпуск «Тайн с Жирновым». Спасибо, что смотрите, спасибо, что интересуетесь нашим новым проектом. Сергей, здравствуйте. Представлю тем, кто, возможно, впервые нас смотрит. Вы полковник запаса, бывший разведчик-нерегал, ныне популярный блогер. Спасибо, что находите время и пишете с нами эту рубрику. Здравствуйте, Алексей. Привет всем нашим зрителям. Сергей, давайте начнем с неожиданного. Путин сначала полномасштабного вторжения и ни разу не прибегал к такой любимой форме общения Кремля и вождя с народом, как пресс-конференция, прямая линия. И тут неожиданно российские власти объявили о том, что планируют в этом году и пресс-конференцию, и прямую линию. Хотят объединить их в одно целое. Как вы считаете, с чего вдруг власти решили провести этот ритуал вызывания вождя? Я думаю, что объяснение здесь очень простое, потому что все-таки грозят какие-то там президентские выборы, вернее цирк с конями, который называется президентские выборы. И поэтому накануне этого дела, которое назначено, соответственно, на марта 24-го года, накануне этого дела хотелось бы им и не хотелось. То есть я так думаю, что Путину, конечно, не хотелось этим заниматься, потому что он стареет. Он просто физически уже в худшем состоянии явно совершенно. Даже если не придерживаться мнения генерала СВР или Валерия Соловья, по которой там у Путина рак, и это двойник. Но тем не менее Путину уже больше 71 года по официальной биографии. И, в общем, заметно, что он сдает, конечно. И видно это и по походке, и по общению. И ему, скорее всего, уже теперь трудно выдерживать такие мероприятия. Хотя вот недавно, ну где-то там сколько там месяц прошел, наверное, да. Вот время так летит, что уже теряешь ощущение, когда что-то происходило, да. Где он там три часа сидел на каком-то там фоне и вещал в креслице. Вот. Так что, в принципе, такая вещь возможна. Ну, видите, они захотели разделить. Раньше это было пресс-конференция – это одно, а прямая линия – это другое. Потому что пресс-конференция – это ответ на заготовленные вопросы журналистов. А прямая линия – это ответ на заготовленные вопросы так называемого народа. Вот. Ну, потом они подумали, поскольку все вопросы все равно заготовлены. Вот. И какая им разница, зачем разделять, когда можно, так сказать, одним патроном купить двух вальшнепов. Как говорил, значит, Шевальтель Шеренберг в разговоре с Генрихом Гиммлером. Вот. А Гиммлер ему отвечал – вообще-то я не охотник, но мне кажется, что это невозможно. Вот. Ну, вот они пытаются такую штуку сделать, потому что просто нельзя. Потому что, ну, взялся за гуш, не говори, что не дюш, да, назвался гуруздем, полезай на пресс-конференцию и полезай на общение с народом. Ну, теперь мы точно будем обсуждать, кого они предъявят народу – оригинал Путина или его двойника, да? Как вы считаете, рискнут на такое значимое мероприятие выпустить его замену? Вы знаете, вот это самое главное, чего добились каналы генерал-СВР и Валерий Павлович, потому что нам теперь уже даже неинтересно, что он скажет. Нам интересно, будет ли это настоящий Путин или будет этот двойник, в каком состоянии он будет находиться, какая его физическая форма. И это, на самом деле, для Путина самое страшное – то, что его постигает в конце его правления. Он сам виноват, потому что надо было вовремя уйти. Вот не смог он вовремя уйти. Теперь, значит, он будет держаться до конца. Ну, и зная упертость Путина, он не сойдет с этого кресла. Какие бы логические, какие бы правильные, какие бы прагматические доводы ему бы не предъявлялись, он с этого не сойдет. То есть он будет сидеть до конца, потому что он боится уйти из Кремля. Его испугал Медведев в то время, в 2011 году. И Путин себе поклялся, что он с этого места не уйдет никогда. Потому что он понимает, что если он уйдет, то с ним произойдет то, что произошло с Назарбаевым. Да, вот есть такой хороший пример. Значит, Назарбаев, его же там назначили елбасы, ввели в качестве елбасы в Конституцию. Все вроде бы не замечательно. А потом раз, наступает момент, когда его преемник вдруг говорит, нет, все, никакого елбасы, весь клан уничтожается, и все, иду туда. И это, конечно, очень неприятная Путина. И в этом смысле, конечно, он теперь не отдаст эту возможность. Ну, на этой неделе снова, конечно, обсуждалась тема двойников Путина. Она действительно, вы правы, она его преследует. И вот как бы множит на ноль какие-то там начинания, да другие политические заявления, которыми он цепит. Казахстанский сегмент интернета даже вспыхнул после визита, как они утверждают, и журналисты, и расследователи казахстанские, двойника Путина в Казахстане, встреча его с Такаевым. Если вы следили, как вы считаете, был ли это двойник? Если да, то тогда чем можно объяснить поведение президентов, лидеров других стран, которые вынуждены играть? Они-то ведь прекрасно знают, что перед ними не Путин, а Васильевич, Петрович и так далее по рангам этих двойников. Что их заставляет подыгрывать, участвовать в этих спектаклях? Ну, нет, по-хорошему, я считаю, что все-таки это был настоящий Путин. Я уже говорил не раз, что я допускаю использование двойников, но я допускаю использование двойников на публике в технических случаях, когда Путину надо появляться в тех местах, где ему не обязательно быть самому лично. Вот я исключаю вероятность того, что на встрече с иностранными представителями, ну, кроме африканских государств, да, потому что вот когда к нему приезжали шесть руководителей африканских государств, вот там я совершенно не исключал, что был просто двойник, да, ну, потому что, ну, Путин очень, так сказать, российский человек, и поэтому ему абсолютно никакого значения для него не являют какие-то чернокожие, которые приехали из африканских стран. Вот, ну, а вот Си Цзиньпинь – это важная вещь, и Такаев – это важная вещь, потому что Такаев – это, ну, Путин сейчас практически единственное место, куда он может ехать, ездить спокойно совершенно в Центральной Азии, да, Белоруссии, Центральной Азии. Вот, он знает, что Такаев – это Си Цзиньпинь, за Такаевом стоит Китай теперь. Все, Китай уже официально об этом заявил на прошлый год, на прошлый год, и по этому поводу, Путин, я не думаю, что выпустили какого-нибудь двойника, я не очень верю в эти, в истории с его смертельной болезнью, то есть мне хотелось бы это верить, это не потому, что я уж так прям критически отношусь к этим версиям, просто у меня школа шпионская, старая, советская, мне нет доказательства. Когда у меня нет доказательств, я могу, конечно, желать этого, но я не могу этого утверждать. И самое главное другое, вы знаете, Алексей, на самом деле, когда страна посылает кого-то, кто похож на ее руководителя, то, строго говоря, здесь важно даже не лицо, которое приезжает, а символ, который приезжает. Символ власти, то есть человек, похожий на номер один руководителя государства российского, который куда-то приезжает. И, откровенно говоря, это может быть даже и двойник, это никакого значения не имеет, потому что главное, чтобы он соответствовал тому символу, который он выражает, а именно он выражает Путина, как избранного президента Российской Федерации раз. И важно, чтобы те слова, которые он там произносил, бедно соответствовали тому, что, в общем, считается официальной территорией Кремля. Если это так, то, в принципе, никому никакого нет дела. Потому что, так сказать, в любом случае все его слова, сказанные на публике во время таких визитов, являются официальными словами, которые несут обязательства для российской операции, тем более, когда там есть подпись. Вот видите, вот, кстати, один из главных доказательств того, что, с моей точки зрения, что это был все-таки настоящий Путин, конечно, подписывали документы какие-то, да? И понятно, что Каев отдает себе отчет значимости подписью. Потому что Каев очень хороший дипломат, он был внести иностранных дел, он был заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Женею несколько лет. У него, кстати, МГИМовское оборудование, то есть, в принципе, он прекрасно все это понимает. И он понимает, что эта подпись обязана Российскому Федерацию. И что никакой двойник не может подписаться за Российскую Федерацию. Вот, и в этом смысле, да. Сергей, но некоторые слова там не были сказаны. Почему Путин якобы не может, или действительно не может освоить имя отчества Такаева? Это старческий маразм, это троллинг, это унижение Такаева. Что это, как вы думаете? Это и то, и другое. Это старческий маразм, с одной стороны, конечно. А с другой стороны, это великодержавный шовинизм. Это великодержавный русский шовинизм. А зачем учить фамилию и имя отчества какого-то человека, который ниже тебя позвонит? То он тебя должен знать, как тебя зовут правильно. И он должен знать, как... А Путин считает, что Казахстан ниже его по званию. И Такаев ниже его по раннюю. Вот, и поэтому он себе может это позволить. Потому что с Си Дин Пиним он такого позвонить себе не может. Да, и с китайцами он такое позвонить себе не может. Вот, тем более, что у него наверняка есть все-таки какой-то микрофончик в ухе, наверное, и где ему помощник. Всегда может подсказать все как правильно. Что, в принципе, и произошло. Потому что у него явно там вот было видно. Он сидит, значит, пытается вспомнить. Вы знаете, вот меня это видео достаточно убедило. Потому что у меня не было ощущения, что он сидит и издевается. Нет, вот он реально хотел сказать фамилию и не помнит ее. И вот сидит и вспоминает. Блин, ну как же ее? Знаете, это, в принципе, может случиться с кем угодно. Ну уж, нам с вами это хорошо известно. Сидим в прямом эфире. Да, хочется вспомнить так вот быстренько. Раз, по щелчку пальца в какую-нибудь фамилию. А вот она не идет. Вот только перед этим совершенно спокойно она была. А вот вышла, значит, на сцену или в прямой эфир. И, значит, пробежала память. Бывает такая вещь. И вот у меня такое впечатление, что было вот такое. Потом ему в ухо там кто-то сказал, что вот Касым Жамат Кемельевич. Еще, значит, там и произнес это. Потом он вообще, это есть еще такая вещь, ну такая чисто русская вещь, когда вот приятели по-приятельски общаются с какими-то людьми, то вот прожевывать это фамилию и отчество – это, в общем, принято. Я вам пример такой скажу обратно совершенно. Дюмин – бывший его охранник. Человек, к которому Путин относится с доверием на 10%. Потому что этот человек ходил много лет вокруг Путина и не убил его. Вот поэтому он ему доверяет. Он его назначит губернатором. И каждый раз, когда к нему приезжает, а он к нему приезжал несколько раз, Дюмин его… Вот Владимир Владимирович по-русски – это очень долго, да? И он там вот съедает половину слугов, этот Дюмин, и когда он обращается к Путину, Владимирович, Путин это совершенно не раздражает. В общем, это такое панибратское обращение человека, которое считается доверенным человеком. И в этом смысле здесь, я думаю, что мы, на самом деле, конечно, не вздеваемся на Путину, но я думаю, что это условное. Потому что, на самом деле… И, кстати, Такаев ему отомстил за это дело. Ну, во-первых, что он… Все равно, как его Путин называет. Главное, что Путин приехал. Заметьте, Такаев к нему приехал в Москву, а Путин приехал к Такаеву в Астану. И… Лукашенко у Путина 35 раз, 38 раз, а Путин у него два. А к Такаеву он ездит чуть ли не каждый месяц или не каждую неделю. Вот. И в этом смысле, конечно, уже само то, кто приехал туда, это указание важно к Такаеву. Включимости Такаева. Потому что они спокойно совершенно могли провести в Москве. И им надо было никуда везти. Вот. Вот. А Такаев ему отплатил уже тем, что когда он начинал… Он говорил по-казахски. И это… Что российская делегация к этому была не готова. Да, Сергей, ну смотрите. Масло в огонь темы двойников на этой неделе, ну, наверняка знали зачем, подлили в Главном управлении разведки Украины. Они сказали, что у Путина им известно о наличии минимум троих двойников. Они говорили о том, зачем он их использует. И российское телевидение буквально через день решило доказать, что Главное управление разведки правы. Понимаете? Они пока… Помните эту чехарду? Ну, там точно два разных человека представляли как главу Кремля, главу государства в один день, когда Путин там выступал на разных там мероприятиях. Филеры одного выдавали, очень накаченные. У меня вопрос, почему вот так спустя рукава спецслужбы используют этих двойников? Почему они синхронизируют укол филеров всем двойникам, чтобы были там одинаковые скулы и так далее и тому подобное? Почему же наплевали на физическое сходство? Во-первых, ответов может быть много. Во-вторых, во-первых, им просто наплевать на все это дело, потому что они исходят из того, что российская аудитория схавает все. Потому что ведь российская аудитория не критически относится к этому делу. Им говорят, что Путин выступает, ну и все, и они... Это такое есть самовнушение. Когда вам говорят, что выступает Путин, вы исходите из того, что это Путин. И поскольку в Российской Федерации вас 20 лет учили, или там 25 лет учили, не думать никогда и ничто не ставить под сомнению, то вы съедаете любого... В таком состоянии они могут выпустить, например, негра вместо Путина и сказать, что это Путин. И российская аудитория, половина этой российской аудитории схавает, скажет, ну вот он там перезагорал где-нибудь там в Крыму. Да, вот такое временно у него бывает. То есть они на самом деле... Вы знаете, я удивляюсь на такие вещи, потому что вот я смотрю иногда в комментарии, ну я понимаю, что там половина, конечно, троллей просто откровенные приходят, но половина есть, конечно, люди, которые говорят, ну как, ну что вот вы там водите эту тему с мальчиками? А я говорю, так это не я тему с мальчиками вошел, а это Путин их щупает и Путин тактильно с ними общается, а я просто комментирую то, как он общается с этими мальчиками. Если бы он с ними не общался, мне бы нечего было комментировать. То есть я же это не придумываю, я же не говорю, что вот там Путин сделал то-то и то-то. Мы с вами действуем реактивно, то есть у нас есть какое-то действие Путина, и мы даем на него нашу реакцию, все, ничего другого. Поэтому обвинять нас в том, что мы за Путина что-то там придумываем, додумываем, мы ничего не додумываем, мы просто комментируем то, что есть. Вот это первый раз. Во-вторых, объяснение может быть то, что у Путина выпускают консервы. То есть тогда, когда может быть у него либо хорошее настроение, либо много времени. Делают сразу несколько записей. Ну, мы знаем, как это делается, потому что мы тоже иногда это делаем, когда там, я не знаю, мой партнер или партнерша какая-нибудь уезжает в командировку, я сам уезжаю в командировку, а у нас есть график выхода наших передач в эфир, то мы иногда пишем там две или три передачи в запас, чтобы просто не срывать эти выходы. Вот у них то же самое есть, но просто они это делают по другой причине. Не потому что у него график плохой, а потому что просто ему вот сегодня охота делать, а завтра не охота. Завтра он хочет там на лыжах покататься или там в бассейне поплавать. И просто тогда записывают там десять роликов каких-то друг за дружкой, а потом их выдают в эфир. И вот иногда не отсматривают, а у него же разные состояния бывают, просто физическое, вот тогда, когда он выступает. Это второе объяснение. И третье объяснение – это может быть просто проблемы со здоровьем, потому что, ну вот, когда ничего не сделаешь, потому что если у него там какой-нибудь там кризис, например, и его надо было там проколоть чем-нибудь, или он посмотрел на свою картинку и сказал, чего-то у меня там морщинки какие-то видны, ну-ка проколите мне ботоксом. А ему, если бы у него были нормальные советники по коммуникациям, как это было там 20 лет тому назад, ему сказали, Владимир Владимирович, это нельзя, потому что у вас после этого ботокса будет вспуглость, и надо подождать, пока она сойдет, пока нельзя будет записывать. А он, ему, значит, боятся это сказать, и поэтому ему колют ботокс, и тут же выпускают на экран, и у него эти самые скулы, явно совершенно отекшие. Но ему так нравится, ради бога, если ему так нравится. То есть в этом смысле я не думаю обязательно, что это были два разных человека, просто один и тот же человек. Ведь, вы знаете, примерно ту же самую мысль, кстати, вот в статье «Тайм» говорили про Зеленского, вот какой-то неназванный советник из Офиса Президента говорил, что вот мы там боимся ему что-то сказать, потому что он может резко отреагировать, если ему там правду сказать какую-то, Зеленский. Вот про Зеленского это, как бы мы сомневаемся, что на самом деле это правда. А вот про Путина это абсолютно точно правда, потому что Путину никто правду давно не говорил. Путину говорят только то, что ему приятно слышать. И если он говорит «проколите мне ботоксом, а потом меня запись с видосами», ну ради бога, ему проколят ботокс и выпустят его с распухшими щеками на следующую запись. По поводу журнала «Тайм» и вот этого предположения, что Зеленского все боятся, я вам хочу рассказать одну историю. Наши журналисты пишут регулярно интервью с Зеленским, ну не так часто, как нам хотелось бы, конечно. Вот из последних Наталья Масичук, очень известная телеведущая, украинская его писала. И я оффрекрет знаю, как она с ним говорила, и что они обсуждали. Зеленский живо выпытывает информацию, он живо интересуется всем, а не просто сидит там в какой-то теплой ванне и ему боятся что-то рассказать. Ну это так, к слову, чтобы вы понимали уровень журналистики «Тайм» и той статьи, которую, в общем-то, хотят некоторые манипулировать и разбирают ее на цитаты, которые, в общем, а работы этого того не стоит. Давайте, вы меня очень повеселили на этой неделе, вы мне в один из вечеров прислали ссылку на выступление Патрушева, которое Путине очень долго, я включаю и смотрю, что это такое, а Патрушев долго и нудно рассказывает о достижениях Путина в прошедшем времени. Он там проявил смекалку, он выступил лидером, он сделал то, он сделал все, он сиял, как лучезарное солнце. Я все ждал, когда же он скажет, сегодня сердце дорогого Владимира Владимировича остановилось. Но, к сожалению, это не сказал, поэтому я сначала обрадовался, потом расстроился. А что это было? Как вы думаете? Что это за странное выступление Патрушева? Ну, на самом деле, я разобрался в этой истории, потому что меня, вот такая штука, я вам прислал пост того, как мне Матвей Гонопольский в прямом эфире вот о феврале ее показал. Я вообще не мог понять, вообще о чем идет речь и как на это дело реагировать. Но догадывался чутьем шпиона, что, скорее всего, это выдрано из контекста и показано. Мне важно было понять, какой контекст. Я долго искал и, наконец, нашел этот контекст. Это было выступление 4 ноября на том самом марафоне знания, где они все выступали, где Песков, кстати, оправдывался, что Путин-то у них только один и нет никаких двойников, хотя его никто об этом не спрашивал, где Матвейенко предлагала сделать открыт Министерство счастья. Ну, там они ахинея наговорили просто там на 23 грузовика 40-тонных. Вот. И там Патрушев произнес на самом деле такую практически программную, идеологическую речу. Больше 30 минут, по-моему, минут на 35 это все дело было. Вот. И, естественно, он ее как бы подводил, делал подводку историческую, вот как это было и как стало. И, конечно, когда он рассказывал, как это было, он все рассказывал о Путине в прошедшем роде. И если вот взять это, просто выдернуть этот кусочек из этой речи и из этого контекста и просто вот то, что мы все это видели, то, что я вам прислал эти полторы минуты, то создается впечатление, что это просто надгробная речь, тем более, что он стоит в черном костюме, без галстука, такой весь хмурый, вот, и зал там, и там какие-то какие-то картины ужасные за ним, такие все тоже ужасные такие, красно-черные какие-то в адских в адских тонах. Вот. И по этому поводу эта штука разлетелась. То есть это было на самом деле очень классно кто-то использовал. Человек, который это придумал, гениальный абсолютно человек, потому что он понял, что вот есть такую штуку запустить сейчас, сразу после заявления генерала СВР о том, что Путин умер 26 октября, после заявлений профессора Соловья, который подтвердил это дело, и который сказал, что на самом деле Патрушев уже руководит страной, рулит страной, скрывает то, что Путин лежит в морозилке, и вдруг возникает такой Патрушев в черном костюме и говорит надгробную речь. И это, конечно, попало очень здорово, и поэтому это раскрутилось со страшной силы. Я это увидел у Геннадия Геркунгуткова, в Твиттере его тоже себе перепостил и послал всем своим друзьям и знакомым. И по этому поводу все мы, конечно, на этом деле уже оттоптались за эту неделю. Но это, конечно, фраза выдранная из контекста, естественно, потому что дальше, конечно, он о Путине говорил в настоящем времени. Но само выступление, кстати, страшное, если так, по-настоящему, потому что оно говорит о том, что Патрушев совершенно не собирается ставить под сомнение то, что делает Путин. И он говорит гораздо дальше, чем идет, чем Путин. И видно, что Патрушев этот человек, который идеологически настроен. Вот у Путина нет никакой идеологии. У Путина ведь бабло и больше ничего нет. А у Патрушева у него идеология, у него там ему его соратники, значит, его помощники сделали такие все картинки важные со ссылками на документы. То есть там это все дело было, конечно, хорошо подготовлено. Ну, за исключением того, что он все-таки человек старенький, ему на год больше, чем Путину, то есть 70-го года. И он с трудом читает теперь написанный текст, то есть он запинается. Вот, то есть видно было, что он этот текст не готовил для публичного выступления, так как это делает солидный человек, серьезный, который его, по крайней мере, прочитает раза три вслух, просто для того, чтобы познакомиться с этим текстом и влезть в него. Это раз. И, во-вторых, у него проблемы со здоровьем, потому что он кашлял целыми днями во время этой речи, и иногда даже приходилось ему останавливаться, откашливаться, пить воду какую-то, потому что у него просто непреодолимые спазмы происходили. Вот в этом смысле он показал, вы знаете, у меня создалось впечатление, он показал свое истинное состояние, и у меня создалось впечатление, что это Андропов времен умирающего Брежнева, потому что мы все понимали тогда, вот те, кто из нас тогда жил, в 82-м году, что Брежнев тогда был ходячий труп, он не мог больше 15 минут что-то там говорить, говорил с большим трудом, ходил с большим трудом, и, в принципе, после него генсеком и председателем председателями Верховного Совета стал Андропов, но Андропов был такой же больной, как и Брежнев, но чуть-чуть лучше сначала, а потом у него было вот то же самое, что было у Кадырова, то есть он практически, ему надо было каждую неделю делать гемодиализ, то есть менять кровь, ну, чистить ее через специальную машину, очень, кстати, неприятная процедура, вот, и поэтому он не вылезал из СКБ, а потом последние вообще 6 месяцев он правил просто из СКБ, он постоянно находился в палате Центральной клинической больницы в Кунцево управленными делами ЦК КПСС, ну, вернее, четвертого главка Минздрава тогда, вот, и оттуда, так сказать, не выезжал, ему туда ввозили документы, ему туда приезжали на доклады, он там организовал заседание Политбюро, секретаря ЦК и так далее, вот, и у меня такое впечатление было, что вот Патрушев такой вот Андропов больной, который еще старее, старее, чем Путин, и который, ну, конечно, на два ищетки, но на самом деле, в общем, он такой, он до мозга костей совок, вот он текистый совок до мозга костей, вот он, он реально совершенно ненавидит Запад, причем он верит в то, что он говорит, вот Путин не верит ни грана тому, что он говорит, потому что Путин всю жизнь мечтал быть шпионом и уехать в Западную Германию, а если можно остаться там, жить навсегда, и потом просто он наступил сам на горло своей песни, потому что он понял, что бабло можно лучше заработать внутри России, да, жизнь здесь хуже, но заработать можно больше, и поэтому вот нормальный человек сказал, ну, я уже и так там заработал там несколько миллионов, хватит мне, куплю домик, буду себе кататься в Тироле на горных, да, в Австрии, там, в Германии, а он нет, вот он уже, ему понравилась власть, ему понравилось лебезение людей перед ним, вот, и он уже от этой кормушки оторваться не может, а Патрушев может, Патрушев это такой человек, который, в общем, вполне себе такой чекист, с пламенным сердцем, с холодными ногами, хотел сказать, да, с чистыми ногами, с горящим сердцем и с холодной головой, вот, так что вот такой вот Патрушев, и вот из этой речунки вы вынули это просто кусочек этой части, но человек, который вынул ее и который запустил это в сети, абсолютно гениальный человек, вот я не знаю, если он нас смотрит, то я просто снимаю 25 шляп перед этим человеком. Спасибо, сделал наш вечер, как говорится, хорошо, но все равно в идеологии, в речи Патрушева вы увидели, что идеология в нем есть, да, присутствует, а вы услышали идеологию вот в этом призыве Вальки Стакан о Министерстве Счастья, это что было? Есть ли там хоть какая-то идеология или одни остатки комсомольской дури какой-то? Нет, это комсомольская дурь, конечно, потому что она просто так, понимаете, ведь эта встреча такая, она как бы претендовала на то, что высокие политики выходят и говорят не бумажным языком, но вот у Патрушева это не получилось, потому что он зачитал просто доклад на 26-м съезде СК КПСС, на 26-м съезде КПСС, да, а вот у Матвиенко она попыталась там пошутить, и, ну, это симптоматично очень шутка, да, потому что вот она, значит, понимает, что все плохо в России, она понимает, что принимается огромное количество законов, которые абсолютно не учитывают отношения людей к ним и то, как они изменяют жизнь людей, и она говорит, вот там надо нам создать Министерство Счастья, чтобы все законодательные акты проходили обязательно через это министерство и чтобы оно рассматривало, чтобы они, не дай бог, не ухудшали положение людей, ради которых они принимаются, и это абсолютно гениально, потому что она просто призналась, что в Российской Федерации принимается огромное количество законодательных актов, которые вместо того, чтобы делать людям хорошо, делают им плохо, но она показала, вот здесь вы абсолютно правы, она такая комсомолка советская, и она показала, что если есть какая-то проблема, то проблема не в ней, не в режиме, а в том, что нет министерства, и вот создадим министерство, и не будет проблемы никакой, то есть вот это совок такой, вот это абсолютный совок, да, это вот командная административная система, если есть проблема, значит надо создать министерство по регулированию этой проблемы, на самом деле вы в это министерство закачаете бабло, куда там будет куча людей. А дальше проблема решена не будет, потому что, наоборот, это министерство занимается тем, что оно, как правило, усугубляет проблему. Это достаточно посмотреть. Вы знаете, в Российской Федерации есть Министерство по делам Дальнего Востока. Я паузу здесь сделаю. Наверное, есть. Судя по тому, в каком состоянии находится Дальний Восток, то какое-то министерство его до этого состояния должно было довести. Нет-нет, оно не наверное. Оно точно есть. Оно точно есть. И вот именно потому Дальний Восток и находится в таком состоянии. Ну, будет интересно посмотреть на экспертизу Министерства счастья, например, законов об иноагентах. Знаете? Комплекса законов об электронной мобилизации. Просто на формулировке хочется. Уровиловщина, в общем, она продолжается в Российской Федерации. Ну, вы знаете, в этом смысле даже есть... И это смешнее, еще смешнее. Потому что вы на полном серьезе это дело восприняли. Весь анекдот заключается в том, что вот в замечательном романе о антиутопии Оруэлла 1984-й, там же было три министерства. Причем это была жущайшая совершенно сатира на Советский Союз, потому что министерство любви это была госбезопасность. Там, где людей пытали, и где из них пытками выбивали показания. И вот Матвиенко, когда она говорит по министерству счастья, то все чекисты, они просто у них там, значит, красочка пошла по щечкам, да, а все вокруг нее, они просто с ужасом на нее посмотрели, сказали, Валька, ты чего? Какой министерство? Вы думаете, она читала Оруэлла? Ну вот вы настолько в нее верите? Нет, она Оруэлла не читала, поэтому она и сказала. Она больше этикеток от виноводочных изделий прошла в своей жизни, чем серьезная литература была. Алексей, человек, который читал, человек, который читал Оруэлла, не мог такое предложить. Это как раз наоборот, именно поэтому, но вокруг нее сидели люди, которые Оруэлла читали. И вот те люди, которые Оруэлла читали, я вам напомню, кстати, что в 2022 году Оруэлл стал самой востребованной книжкой в Российской Федерации. Да, это правда. Так, но мы все время говорим, что Путин идет, Путин выдвигается, и это из-за выборов, и то из-за выборов, и конференция, и видеообращение, но Путин же о своем выдвижении до сих пор не объявил, хотя анонсировалось, что это состоится в начале октября месяца. Чем вы объявляете, можете объяснить такую неспешность. Некоторые эксперты уже говорят о том, что все-таки будет, может реализован быть план-приемник. У меня есть своя личная версия, она родилась в ходе интервью с Андреем Пиантковским. Мне показалось, что вполне рабочая версия, что Путину нужно на выдвижение уже разрешение его хозяина Си Цзиньпиня, а тот может откладывать этот вопрос до встречи своей с Байденом. Как вам такой вариант? Вариант правильный и нет. Потому что Си Цзиньпинь дал ему такое разрешение. Си Цзиньпинь в этом году приезжал в марте месяце с визитом. И первая фраза, которую начал Си Цзиньпинь, когда начал встречаться с Путиным, там они вот сидели, общались, это вот такой первый разговор. Си Цзиньпинь сказал, в следующем году у вас выборы, и я надеюсь, что российский народ перевыберет вас на очередной срок. То есть Си Цзиньпинь ему ярлык на княже не дал уже. Все уже, это состоялось, в публичное. Так что в этом смысле нет, не это Путина. Ну, тут знаете, ярлык дал, ярлык и взял обратно. Путин с марта этого года был плохим добби, в общем-то. Поэтому Си Цзиньпинь мог и передумать. Ну, это, конечно, согласен, что это может быть такое. Но проблема здесь другая. Путин легалист в смысле совкового права. Зачем ему сейчас выдвигаться, если выборы еще не объявлены? Государственная Дума должна принять постановление о назначении выборов президента Российской Федерации. Обычно это делается в декабре года предшествующего выборам. Вот когда объявят, тогда Путин объявит, что он выставляет свою кандидатуру. И то. Вы знаете, обычно, кстати, если память мне не изменяет, Путин всегда это делал за день до истечения официального срока или даже в день истечения официального срока. Потому что ему же не надо ничего. Он же знает, что у него не будет никаких проблем. Потому что все это остальные объявляют. Почему? Потому что вы должны подать документы. Значит, ЦИК должен их рассмотреть и утвердить или не утвердить вашу кандидатуру. Сказать, что вы идете или не идете. А Путин знает, что его кандидатура всегда будет. Поэтому он может подать вообще за пять минут до закрытия ЦИК в тот день, который в законе обозначен как самый последний крайний срок. И даже если он опоздает, то уже ночью накануне этого дела Госдума примет другой закон, который позволяет действующему президенту объявлять об этом с нарушением срока. Так что в этом смысле у него нет абсолютно никакого желания бежать впереди паровоза. Он, кстати, этим подчеркивает, что он совсем отличается от всех остальных кандидатов. Потому что Гиркин объявил об этом сидящее в СИЗО еще в августе месяце этого года. Потому что ему надо выжить в этом СИЗО. И то, что он объявил о том, что он идет на выборы, он считает, что это его страховой полис. Потому что поскольку он сам себя назначил политическим деятелем таким образом федерального масштаба, его побоятся убить в этом СИЗО. Или уморить голодом, или, я не знаю, вколоть ему что-нибудь, чтобы у него остановилось сердце. А Путину это не надо. Поэтому наоборот он будет сидеть до конца. Вот в этом смысле, кстати, он садист абсолютный. Потому что он специально унижает всех остальных. Он ведь всегда говорит, что мне не нужно никакие дебаты. Пусть они дебатируют между собой. Эти кандидаты должны дебатировать. Ему говорят, вы же должны быть на равных как бы. А он говорит, ну, как это на равных? Я президент действующий. А вот они все равные потом между собой. А я с ними не равный, они мне не равны. Поэтому в этом смысле я бы не искал бы здесь никаких других подводных камней, кроме этого. А Гиркин, как вы думаете, почему он еще жив, раз вы уже заговорили о нем? Потому что за Гиркиным все-таки стоит какая-то националистическая оппозиция, причем это же оппозиция, которая не отрицает режим, а которая поддерживает режим. Она поддерживает его зубами и костями, и режим боится ее спровоцировать все-таки. Пусть она, Гиркин это не пригожен, но все-таки за Гиркиным что-то есть, и поэтому его не хотят морить до конца. Ну, посмотрите, с Номальным ведь ничего не случилось, его просто посадили очень давно в тюрьму, и все, он сидит в тюрьме, и ему продлевают сроки, придумывают новые какие-то сроки, и так далее. То же самое Гиркин будет, ну, будет сидеть, и все. Лимонов тоже так в свое время посадили, и поэтому зачем его убивать? С Навальным что пытаются сейчас доказать вот этим кейсом Навального? Его постоянно, как называется эта камера, ШИЗО? ШИЗО, да. ШИЗО, да. Он оттуда уже просто не выходит, а это становится достоянием общественности постоянно, то есть его цинично просто дают переночевать, по-моему, и обратно бросают в это ШИЗО. О чем это говорит? Зачем демонстрировать эту жестокость? Это специально все делается, потому что система пошла на принцип. Навальный пошел на принцип, и система пошла на принцип. Система не может показать, что она слабее Навального, потому что если она его отпустит на обыкновенные условия содержания, пусть даже в колонии строгого режима, то есть означает, что система проиграла. И система делает все, чтобы сломать Навального. Ничего другого в этом искать не надо, и, соответственно, сломав Навального и показывая публично, как система ломает Навального, они надеются на то, что у всех последователей и у людей, которые хотят быть похожими на Навального, будет очень большой страх идти против системы. Да, понятно. Так, еще хотел с вами обсудить очень интересный материал, который вышел на The Insider. Вы читали, я думаю, потому что, в общем-то, это касается вашей сферы деятельности, бывшей, да? Значит, там подъявился интересный материал, называется он «В Кремль дедушке». В распоряжении издания оказалось коллективное обращение сотрудников, как правильно, ГРУ говорить, да? ГРУ. Сейчас они говорят ГУ, главное управление, потому что эра у них и исчезла. А в наше время говорили ГРУ. ГРУ, да, к Путину, в котором они жалуются, что в Москве для них нет достойной работы, меж в школах и детсадах для их детей. Речь идет о тех выдворенных сотрудниках ГУР, которые покинули Европу. Там несколько интересных моментов, хочется их разобрать по отдельности. Первый. До начала вторжения резидентура ГУР предупреждала Путина, что у Украины, я цитирую, российские танки цветами встречать не будут, но диктатор доверился Куму Медведчуку, марионеткам Януковичу и Азарову, а также девятому управлению ФСБ, занимавшимся вербовкой пятой колонны. Что это нам говорит как о противостоянии ГУР и ФСБ, да? И что это говорит о самом Путине? Почему у него не сработал этот анализ, если он на него способен? Почему он опирался на мнение Лизаблюдской свиты, а не на работу профессионалов? Ну, я вас чуть-чуть поправлю. ГУР – это в Украине главное управление разведки, а в России ГРУ. ГРУ, так. Но все поняли. Военная разведка генштаба. Это очень предпринимательная вещь на самом деле. Я имею в виду вот это противостояние, потому что военные не хотели войны в Украине. Потому что военные прекрасно понимали, что они не готовы к войне. И военные это знали, потому что их разведка военная им об этом докладывала. А они докладывали Путину. А Путин не хотел это слушать. И здесь произошла история, вот такая классическая история, как Сталин, который не хотел слушать, что немцы нападут на него 22 июня 41 года, хотя его разведки ему об этом докладывали. В том числе с конкретной датой и с конкретным часом. Сталин не верил до конца. И даже когда немцы напали, он до того был обескуражен этим делом, что выпал просто в осадок на три недели и возник только где-то там в начале июля месяца, когда он обратился с известным своим обращением «Дорогие братья и сестры». Вот. То же самое происходит и с Путиным. То есть, грубо говоря, он себя окружил лизоблюдами. Эти лизоблюды ему говорят не ту правду, которая есть с реальностью. То есть, не реальность ему докладывается, а ту виртуальную реальность, которую он хочет слышать. И все. И поэтому служба, которая ему докладывает настоящую реальность, она не вписывается в путинскую реальность. И это мы прекрасно знали, кстати, изнутри, потому что это ушло в публику, это ушло в публичное обращение. Потому что военные не хотели быть крайними. И они слили свое несогласие через двух известных личностей полковника Ходоренко и генерал-полковника Ивашова. Оба накануне войны 24 февраля 22 года высказались с заявлениями о том, что Россия не готова, российская армия не готова к войне, Путин не должен начинать и так далее. То есть, армия не была готова. И, кстати, именно поэтому Путин и поручил свое информирование в службе, которая к этому не имела никакого отношения, а именно ФСБ. ФСБ вообще-то внутренняя служба Российской Федерации, которая обеспечивает борьбу со шпионами, то есть, контрразведку и безопасность внутри страны. Не ее задача собирать информацию в Украине. Но Путин говорил себе, что военные не хотят эту войну, поэтому они мне будут докладывать все, чтобы я не принял решение начать эту войну. И поэтому я поручу это генералу Беселье, его пятой службе, и они мне доложат как по-настоящему. А генерал Беседа получил огромное количество денег, сказал, что распилил их, эти деньги, миллиарды, и сказал, что вся Украина схвачена, все нормально, то есть, он доложил Путину все то, что Путин хотел слышать. Но когда он ему докладывал, он надеялся на то, что Путин все равно не пойдет, потому что невыгодно это все было со всех сторон, это было абсолютно самоубийственное решение, и все надеялись, вот как президент Чехии, который недавно сказал, что я ошибся в Путине, и самое главное, что я думал, что он рациональный человек, а он оказался нерациональным человеком. Вот. И они тоже считали, что даже если они ему докладывают, что все схвачено, он не примет решение, потому что ну слишком большие риски дальше мирового осуждения и так далее, а Путин взял и принял решение. Плюсы там были, вот как вы правильно говорите, там Медведчук вокруг него, Ковальчуки ходили, там и всякие другие, Распутины вокруг Путина, значит, раз Путины, два Путина, три Путины ходили, ему капали на мозги, что давай, давай, Володя, все у нас будет нормально, потому что у каждого у них из этих людей свой был расчет, значит, Медведчук хотел быть гауляйтером по Украине, вот, и поэтому, значит, он и был уверен, что это ему удастся. Вот. Дальше история с этими разведчиками, которые плачутся Путину, это, ну, такая умилительная вещь, потому что, ну, сами, на что, за что боролись, на то и напоролись, да, потому что, ведь они же говорят, что там западные страны очень плохие страны, ну, зачем же им в западных странах в плохих, да, где, значит, там и негров линчуют, там, и чего только там нету, и клопы какие-то там по вагонам метро бегают, вот, нет, надо приезжать в родную Российскую Федерацию и наслаждаться жизнью в прекрасной стране Российской Федерации. И вместо этого эти идиоты, они на самом деле идиоты, которые вот написали эту петицию, потому что они не понимают, какие они идиоты, и жены их идиотки, потому что они, они что думали, что мы хотим находиться там, значит, где-то за границей, под дип прикрытием, получать бабло и ничего не делать, а вместо этого нас вернули в Россию, да еще тут детских садов нету, мерседесов нету, все платное, все дорого там и так далее. Ну, дураки просто. Это реальность? Вы правы, это самое умилительное. Родину любить вообще не входило в круг их интересов, да, они, я просто процитирую, для многих офицерских семей неожиданный отъезд из дипломатических миссий стал личной трагедией и породил многочисленные проблемы. А на что они считывали, что они получат там, постепенно там осядут, получат гражданство и будут продолжать с этой Европей жить? Да, конечно, как Путин, вот когда Путин рвался в разведку, он вот именно и об этом и мечтал, и когда у него это не получилось, но у Путина, видите, не получилось в другом смысле, он никогда не доехал до этой Западной Европы, то есть его просто даже в Ясиме не взяли работать, его обратно в Ленинград вернули, вот, а у них все получилось, то есть они уехали в приличные страны, живут в этих приличных странах, там, занимаются незаконной деятельностью, преступной деятельностью на территории этих стран, но пользуются всеми благами этих стран, а когда их оттуда выкидывают, они говорят, как это ужасно, почему нас выкидывают, да как вы себе это самое, представляете такую вещь, мы-то вот здесь уже все распланировали, у нас там вот квартиры, мы должны себе были зарабатывать бабло, чтобы купить себе квартиру, машину там и так далее, и вообще прекрасные страны, там Австрия, Швейцария, Франция, Испания, Англия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и так далее, да даже африканские страны, ведь если вы дипломат, то даже в самой занюханной стране вы все равно будете ездить на красивой машине, у вас будут слуги, у вас будет вилла, то есть вы все равно ведете приличный образ жизни, вот, ну дураки просто, потому что, ну что, ну что, это детский сад просто, вот это письмо, это детский сад. Я думаю, что мы вскоре узнаем о судьбе подписантов этого письма и что-то мне подсказывает, что большая часть из них может возглавить местные штурмы под Авдеевкой, например. Вот помяните мое слово. Но, и в конце, давайте все-таки пару слов об успехах разведки украинской. Цитирую, Институт изучения войны. Украинская разведка может быть причастна к взрывам, которые на днях произошли в Российской Федерации. Речь идет о взрыве железнодорожных путей в Рязанской области, там 19 вагонов сошло, напомню, да, с рельс. И 11 ноября в России произошло еще два взрыва. Один на Пороховом заводе возле Котовско-Тамбовской области, второй возле Коломны Московской области. Сергей, вот вы видите, как украинская разведка набирает обороты, набирает, и причем, ну, еще не всеми минными шагами, конечно, но уже и не черепашьими темпами, согласитесь. Украинская военная разведка сейчас является самой сильной разведкой, действующей в мире. Самой сильной, действующей разведкой в мире. Да. И это понятно, ну, конечно, ей там приписывается все, что угодно, да, вот я, например, совершенно не приписываю украинской разведке взрывы северного потока. Я считаю, что Российская Федерация сама взорвала северный поток, сваливает на Украину. Вот. Но, если послушать вообще даже Путина самого, который плакался тут, а также Нарышкина, а также Патушева, то украинская разведка, представляете, она взрывает там, я не знаю, на какую-нибудь Дугину в 30 километрах от Новогорёва. Да, она завозит грузовик с 20-ю тоннами взрывчатки на Керченский мост с российской стороны. Да, она взрывает подводные лодки, она взрывает там, я не знаю, всё, что угодно. Она дронами бомбит Кремль и так далее и тому подобное. То есть, самая сильная разведслужба, тем более, что мы теперь увидели, что Масад, у которого была такая аура, самой сильной разведслужбой в мире, оказалось, что эта служба вообще ничего не увидела о нападении Хамаса с 7 октября. Вот. И у ГУР, вот здесь вот мы правильно говорим, ГУР, есть, конечно, огромные заслуги. Я не думаю, что всё, что можно, что горит в Российской Федерации и сходит с рельсов, это обязательно работа ГУР. Потому что Российская Федерация это просто страна, в которой вообще всё плохо, и там может всё сходить с рельсов само по себе. Но явно совершенно, когда военные цели какие-то, то тут с большой вероятностью можно сказать, что не без участия украинской военной разведки это всё дело случилось, потому что спилы специальных военных операций Украины сильны, диверсанты украинские сильны, и в этом смысле, конечно, это круто очень. Будем ждать новых примеров их отличной работы, новые баловны на территории Российской Федерации, потом это всё обсудим. Продолжение следует, скорее всего. Спасибо вам огромное за этот разговор, Сергей. Традиционно рад вас видеть. А всем нашим зрителям я говорю спасибо за то, что вы нас смотрели. Это были «Тайны с Жирновым». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова